Добрый день! Это ферстская кухня. Сегодня мы будем готовить еще один очень вкусный полов. Это дами годжа. Это полов из помидоров. Это единственный русскоязычный канал в YouTube, который вы можете найти полов по любым вкусам. Вы можете найти полов из морепродуктов, можете найти полов из мяса, из курицы, без мяса, для вегетарианства. И разная видность приготовления этих полов. Попробуйте. Я гарантирую, это самое лучшее блюдо, которое вы кушали в жизни. Это персидская кухня. Многие из этих блюда, это пища, которую кушали королей тысячи лет назад, девять тысячи лет назад. Сегодня у вас есть возможность научиться рецептам и приготовить. Попробуйте, обязательно попробуйте и смотрите мои видео. Для приготовления полов из помидоров или дами годжа нам понадобится мясо, рис, картошка, лук, эспаджевая фасоль, паста, карри, куркума, соль. Для начала режем лук пополам и жарим, в кастрюлю. Параллельно режем картошкой кубиками, примерно такие размеры, которые я покажу. Параллельно режем картошкой кубиками, примерно такие размеры. Параллельно режем картошкой кубиками, примерно такие размеры. А также жарим картошкой. Жарим картошкой и лук, когда немножко обжарили, добавим куркуму. Если вы используете помидоры, тогда достанется, когда лук и картошка половина жарились, достанется лук и помидоры. Если вы используете томатную пасту, не надо достать картошку, потому что нам надо помидоры варить 15 минут, чтобы вода испарилась. Если картошка варится еще 15 минут без помидора, потом картошка у вас развалится и не получается 5 долгингов. Когда наша картошка и лук немножко обжарили, в это время добавим куркуму. Буквально минуту обжариваем картошка и лук из куркумы и потом достанем. И готовим дальше помидоры. И смотрите, какой красивый цвет получился у картошка и лук после добавления куркумы. Хоботай сейчас достанем картошка и лук. Начинаем варить помидоры. Переменда 10 до 15 минут. Варим помидоры до того состояния, чтобы вода испарится и останется немножко густой, как паста. И для того, чтобы были более красный цвет, я добавлю пасту. Эта паста не обязательно, можно больше помидор добавить. Обязательно варите помидоры. У помидоров вы должны убрать фукус и запах сырой помидора. У блюда получаются разные фукусы. Если из помидоров, которые не варились, или из помидоров, которые просто сырой сразу готовили этот полок. Обязательно 10 до 15 минут поставьте, чтобы помидоры готовились, тушились, так скажем. Даже лучше. Это не варить, не жарить, а тушили. 10 до 15 минут. Видите, уже помидоры останутся густые. Когда помидоры перемены на такое состояние, видите, уже густые. Не такой жидкий, вода испарилась и помидоры немножко тушили. Тогда вернем картошку и лук. Немножко добавим пасту. Добавим карри. И соль. Заливаем воду и ждем, когда вода кипятит. Тогда добавим рис. Не забудьте, перед тем, чтобы добавить рис, помойте рис, нисколько раз водой, чтобы гореть и крахмал, который на рис, ушли. Когда вода кипятит, добавим рис. И пару раз мешаем. Видите, количество воды такое, которое, когда я мешаю, рис идет наверху. Примерно на одну флангу больше, чем риса. Один раз мешаем, чтобы хорошо перемешались наши ингредиенты. И ждем, когда вода полностью испарится. Не забудьте, во время приготовления риса, пару раз мешайте. Видите, внизу рис начинается гореть и они клеятся. Не 10 раз, но пару раз хотя бы мешайте. Два-три раза, не больше. Когда вы мешаете, вы чувствуете, что рис уже внизу немножко в другое состояние, чем рис, который находится наверху. Варите рис не на самом высоком огне, не на низком, но больше, чем среднем. А когда вода полностью испарится, уменьшайте, меньше, чем среднем, и варите еще примерно 20 минут максимум, не больше. Иначе у вас паста горит, рис не горит, а сама паста горит. И ждем, когда вода полностью испарится. Видите, практически вода не осталась. Когда вода полностью испарилась, видите, ну, практически не осталась. Когда откроется, видите, уже не собирается много воды. Один раз мешайте полностью рис, поднимайте рис, который снизу наверх. И можете выравнивать, можете собрать в середине, как вы хотите. Накрываем кирючку полотенца, уменьшаем конфорку. И варим рис еще, как я сказал, примерно 20 минут. Я меняю конфорку, потому что я хочу тут готовить мясо. Для приготовления мяса, сначала режем лук. Можно режать не тонко, а чуть-чуть больше, чем обычное. Мы хотим чувствовать лук, в виде, примерно, в виде, такой толщины. Жарим лук, и сначала. Во время, когда лук жарится, сейчас режем мясо. Сейчас покажу, какой размер он. Режьте мясо, примерно, такими размерами. Видите, ни большие, ни маленькие. Они быстро готовятся, и чувствуются хорошее мясо. Когда лук немножко обжариваюсь, добавим мясо. И жарим мясо. Когда мясо немножко обжариваюсь, добавим карри, пирамо или карри. И немножко пасты. Еще обжариваем карри и пасту из мяса. И потом тушим мясо полчаса. Через пару минут, добавим воду, тушим мясо полчаса. Хорошо, 25 минут, я достану рис. Смотрите. Вот. Этот рис, рис, который, полок, который называется дами, или кята. Получается немножко, не такой рассыпчатый, как обычно. Ну, вы все равно видите, они одновременно и мокрые, и рассыпчатые. Попробуйте этот рис, это очень вкусно. Это тоже один из местных рецептов, это деревенские рецепты. Через полчаса добавим эспаржи. Добавим сон. И еще тушим полчаса. И еще тушим полчаса. И еще тушим полчаса. И еще тушим полчаса.